ДИПСТЕЙТ Всем добрый день! Мы подобрались к очередной главе, которая описывает историю Дипстейт. Может быть, повествование не слишком быстрое, но убирать информацию эту не хочется, потому что она дает картину. Глава называлась изначально «Короли и дамы», потом я ее назвал «Битые карты». Ну, пусть будет так. «Битые карты королей и дамы». Начнем мы с цитаты из книги, которая посвящена европейской экспансии, у нее в названии так говорится, и созданию нового мирового порядка. Я, собственно, на название в свое время повелся и не пожалел. Цитата. «Начало 17 века ознаменовалось появлением в Азии нового типа европейских действующих лиц – чартерной кампании или суверенной кампании, олицетворением которой стали голландская и английская остынские кампании. Суверенные кампании, из которых английские и голландские предприятия были лишь двумя из многих других, представляют собой загадку. Они были предшественниками современной многонациональной корпорации, заложившей основы важнейших институтов современного капитализма, таких как правосубъектность кампаний, акционерная собственность, ограниченная ответственность и разделение управления и собственности. Они были предприятиями, целеустремленно работающими ради прибыли. Тем не менее, эти зафрахтованные кампании также были наделены типичными суверенными прерогативами и с энтузиазмом использовали их. В первую очередь, право вести войну и заниматься дипломатией, а также основывать поселения и строить укрепления, отправлять уголовное и гражданское правосудие, чеканить монеты и выполнять религиозные функции. Точно так же, как испанская монархия, которая зафрахтовала различные группы конкистадоров в новом свете, правители Англии и Соединенных Провинций Нидерландов стремились к иностранным завоеваниям и богатству, не имея средств для осуществления этих мечтаний. Так же, как и испанцы, англичане и голландцы стремились замкнуть этот круг, делегировав экспансию за моря уполномоченным частным субъектом. Обе эти компании стали править большими территориями и большим населением, чем правительство Англии и Нидерланды. Гораздо больше, чем просто расширение своих родных государств, они стали самостоятельными военными державами. Собственно, как уже отмечалось ранее, почти каждая цитата уважаемого профессора рассказывает нам о дипстейте, явлении официальной политологии, объявленном несуществующим. Однако, рассказывая о нем, Джейсон Шерман не раскрывает, что способы накопления капитала этого квази-государства напрямую относятся к криминальным. Например, устынские компании посредством триад на территории США торговали не только опиумом, но и подсевшим на него потребителями, наладив бизнес по их похищению и дальнейшему использованию. Ну, например, на работах по добыче помета морских птиц на островах Чинча. Птичья гуана содержит азот, столь нужный для изготовления пороха и взрывчатых веществ, необходимых тем самым компаниям, чтобы реализовывать выделенное Шерманом право этих компаний вести войны. За право добычи также шла отдельная серия Тихоокеанских войн. Так вот, любой попавший на остров, а через него прошли более 100 тысяч чернокожих рабов и кули. Это те самые кули, китайцы которых отлавливали, по сути, как бы в рабство. Не имел права покидать его в течение пяти лет. Однако 20-ти часовой рабочий день в течение такого срока мало кто выдерживал. Цитата. Они ходят почти голые, не имея ни куска ткани, чтобы прикрыть наготу. Живут хуже псов. Такую картину увидел американский политико-издатель Джордж Вашингтон Пэк. Он и другие пассажиры торговых кораблей наблюдали харкающих кровью, прикованных к тачкам, на которых они эту гуана возили, покрытых ядовитой, едкой аммиачной пылью невольников, многие из которых предпочитали отравиться опиумом или кинуться со скал. Он и другие пассажиры торговых кораблей наблюдали этих людей. И нужно отметить при этом, что вот этих кулли использовали на самых тяжелых работах. Только привлечение агентами железной дороги от 8 до 14 тысяч китайцев в провинции Гуаньдун, это там одно из компаний, преодолело таким образом горный хребет Сьерра-Невада. Инвестором строительства этих железных дорог, как мы помним, был Роберт Флеминг, близкий друг якобы Шифа, удостоившего государственные награды Японии за финансирование войны с Россией. Так вот, авторы книг, посвященные, ну там, государственный режим, Китай, Британия и Япония, а не два их, Тимоти Брук и Боб Вакабояши, считают, что опиумная торговля по завышенным ценам не только ограбила династию Цин, но и изменила баланс мировой торговли в полуэльцу Западом. А также, при этом, это они отмечают в своей книге, являлось всего лишь прикрытием для другой действия, для торговли людьми. В 1846 году в США завезли 117 тысяч кули, то есть тех самых китайцев, торговлю которыми 16 годами позже Авраам Линкольн объявил вне закона. Самый известный американский президент очень переживал, что, цитирую, «приход к власти корпораций неизбежно полечет за собой эру продажности и разложения в высших органах страны, и капитал будет стремиться утвердить свое владычество, играя на самых темных инстинктах масс, пока все национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих избранных, и тогда конец республики». Единственное, с чем бы поспорил с ним, она там у них, скорее всего, в США даже не наступала, но неважно. В 1870 году менее известный внук и правнук президентов Генри Адамс, а эта фамилия еще появится, добавил, что корпорации, цитирую, «в конце концов добьются окончательного успеха в управлении самим правительством». «История перехвата управления скрыта за множеством академических исторических исследований, в итоге искажающих реальность настолько, что для того, чтобы разобраться, потребуются целые институты». Например, кандидат исторических наук Андрей Жуков, ссылаясь на итальянских исследователей, даже относительно личности официального первооткрывателя континента Америка приводит аж две конспирологические версии. «Какой-то итальянский гастарбайтер оказывается вхож в высшие круги ведущих держав Европы того времени. Известный нам Христофор Колумб был не выходцем из Генуи, а знатным по происхождению португальцем, португальским адмиралом. Именно поэтому он имел соответствующее образование, говорил на Кастельяно, латыни, знал иврит, древнегреческий, и спокойно, таким образом, вхож был в высшие круги как португальского, так и испанского двора. Альтернативная концепция считает, что Колумб был выходцем из еврейской среды, точнее говоря, из среды маранов. Но при этом 2 августа 1492 года заканчивался срок по указу короля Испании, согласно которому все евреи должны были покинуть территорию Испании. И это был решающий момент, один из решающих моментов в истории Западной Европы. Кстати говоря, Колумб отплыл в свою первую экспедицию на следующий день, 3 августа. Считается, что как минимум треть, а то и половину его команды на трех кораблях составляли евреи. Более того, документально подтверждено, что главными спонсорами и поручителями первой экспедиции были также 5 евреев-маранов. Немножко поясню. Маранами называли тех евреев, которые переобратились, приняли христианскую веру. На самом деле, ничего не мешает обеим версиям происхождения Колумба оказаться истинными одновременно. Но на этом загадки не заканчиваются. То есть, по логике, изгнание евреев обусловлено тем, что они не христиане, что и послужило основанием для такого явления, как мараны, о котором говорит Андрей Жуков. Однако, Семен Дубнов в книге «История евреев в Европе» от начала их поселения до конца 18 века добавляет интересную деталь. Папа Александр VI не только, цитирую, пустил в Рим первых испанских изгнанников 1492 года, но и когда еврейская община попросила ограничить эту иммиграцию, то папа оштрафовал общину за такую жестокость по отношению к братьям. В ближайшее время, следующий там папа 1519 году, Лев X, не только предоставил разросшиеся к тому моменту еврейской общине новые льготы, но открыл в Риме для них типографию для печатания еврейских книг и запретил выступать против евреев менял. В 1564 году в Венеции печатается шулха на рух Йосифа Карло, текст которого потребовал судебного разбирательства в России в весьма толерантные 2000-е годы. То есть, если бы евреев преследовали строго по христианской линии или за расставщичество, то процесс этот так или иначе был бы согласован с папой римским, который оказался к обоим вопросам весьма терпимым и даже помог. А если евреев изгоняли не из-за религиозных противостояний, то, как это преподносится, то тогда возникает вопрос из-за каких? В 2018 году это единственная загадка на самом деле всей американской истории. В 2018 году американские историки и представители коренных народов таки добились отказа Колумбу в первенстве открывания континента. И в рамках развернувшейся борьбы с памятниками под ритуальное песнопение снесли его статую в Лос-Анджелесе. То есть, Колумб Америку не открывал. Ему за этим открытием вообще не повезло с самого начала. В 1499 году в Португалию вернулся Васко-де-Гамо, доказавший, что нашел настоящий приоткрыватель загремел под стражу. Дальнейшим освоением Вест-Индии занимался представитель банкирского дома Медичи, который по официальной версии и поделился своим именем с континентом Америка Веспуччи. Однако говорят, что и это не совсем правда, потому что за два года до Веспуччи на континент высадился итальянец Джованни Каботте, нанятый английским купцом Ричардом Америки. Поэтому Каботте стал Джоном Кэботтом, а континент стал называться в честь спонсора. И это, опять же говорят, тоже не может быть окончательной версией с учетом того, что племена на территории Перу называли свою страну Амарука, что в дословном переводе означает «Земля крылатого змея». В Мексике это божество было Кицакатлем, южнее, где существовала цивилизация Майя, Кукульканом. Жрецы культа змея, принесенного в Мезоамерику в седьмом веке с севера, опиравшимся на магические знания тальтеками, правили обеими Америками из своего центра в Кальдильерах. Поэтому существует предположение, по которому Америка наоборот получил свое имя по названию Континента, который этот самый Веспуччи описал в прославившей его книге Новый мир как отдельный континент. Брошюрой, в свою очередь, вдохновился немецкий картограф Мартин Вальдземюллер, который и нанес на карту слово Америка, потому что оно ему уже встречалось на других картах. Карта Вальдземюллера 1507 года, как ее знают в научных кругах, была издана гигантским в свое время тиражом в тысячу экземпляров. И это закрепило за континентом собственно географическое название, потому что его все с этой карты увидели. А тут же пошло и название омывающего его Атлантического океана, которое в свою очередь закрепилось уже как геополитический термин за так называемыми Атлантистами. Помимо изображения Америки в виде двух континентов, Вальдземюллер на своей карте отделил Северную Америку от Азии проходом, который на самом деле будут искать еще многие годы. Также изображено западное полушарие Южной Америки, хотя в то время из европейцев его еще никто не видел. И более того, на карту будет нанесен Тихий океан, первые сведения о котором человечество узнает после экспедиции конкистадора Васка де Бальбоа, состоявшегося через пять лет после издания карты. Эта же экспедиция с точностью до 70 миль подтвердит ширину Южной Америки на определенных широтах, которые изобразил Вальдемюллера. То есть, на самом деле мы, наверное, никогда не узнаем, что это были за карты, как он смог нарисовать эти карты до того, как это все было открыто. Так вот, понятно, что это было невозможно, но в истории США нет ни одного общеизвестного факта, который можно было бы считать до конца достоверным. Возможно, потому что историю пишут победители, а имя в американской истории выступают субъекты, не особо склонные себя раскрывать. Слово анонима по-итальянски в том числе означает акционерное общество. Ну вот, например, Альфа, в названии Альфа Ромео, в символику которой также включен поедающий человека змей, это анонима ломбарда фабрика автомобиля. То есть, там, акционерная ломбарджирская фабрика по автомобилю. Первая акционерной, а в итальянском слове анонимной, компанией в истории была известная нам по предыдущим главам московская торговая компания, Москови Компани, сотрудником которой успел побывать Елизаветинский маг Джон Ди. Он же обосновал право королевы на владение Гренландией, Исландией и Северными островами вблизи России как завоеванными легендарным королем Артуром. В 1577 году Джон Ди опубликовал свой труд «Всеобщее и продробнейшее изложение совершенного искусства навигации», в котором обосновал план английской экспансии уже в Новый Свет. Владельцем Москови Компани был Томас Смайт, первый губернатор Ростынской Компании, и он же глава Совета Директоров Вирджинской Компании. На идеи мистика Джона Ди опирался знавший его лично Фрэнсис Бэкон, который не только входил в Совет Директоров Вирджинской Компании, которую я только что упомянул, и являлся акционером ее, но и готовил королевские указы, регламентирующие ее деятельность с 1609 по 1612 год. Эта, созданная по инициативе главы Тайного Совета Роберта Сессила компания, организовала как раз первое поселение англичан на реке Джеймс на территории современного штата Вирджиния в 1607 году. В мае 2007 года ее 400-летний юбилей отмечался как славная годовщина основания США. Первая английская колония Джеймс Таун, вот та самая, была организована компанией под руководством Бартоломью Госнольда, родственника Фрэнсиса Бэкона и Джона Госнольда IV, церемонимейстера королевского двора. Фрэнсис Бэкон, несмотря на звание основателя науки, инициировал, как считает Николас Хагер, общество розенкрейцеров, а также написал несколько трудов о них и о масонстве. А в добавление к этому еще книгу, название для которой тоже выбрал такое. Далекое, собственно, от современной научной традиции назывался Новая Атлантида. Собственно, к ее созданию, судя по всему, они и приступили. История, послужившая основой для известного мультфильма про Покахонтас, тоже, скорее всего, выдуманное. В следующем, после спасения дочери вождя, в 1608 году, ее автор Джон Смит, эта история про Покахонтас, ничего о ней, о случае не упоминает. Но была реальная некая история, которая могла лечь в основу. В 1528 году дочь вождя другого племени на территории Флориды спасла от смерти испанца Хуана Ортиса. И, цитирую, возможно, Смит просто воспользовался сюжетом, пишет британский историк Николас Хаггер, вот, то есть, украл его. Он же говорит о том, что Смит передергивает факты, отмечая, что в 1606 году он провел в Кандалах и не принимал никакого участия в открытии и освоении Джеймса Тауна, то есть, первого колонии, вплоть до середины 1607 года, когда форт был уже построен. Правда же, в этой представляющей образец культурного взаимодействия истории, я имею в виду Покахонтас в том, что Виргинская компания действительно поручила взять на воспитание нескольких детей из индейских семей, чтобы привить им европейские манеры и обучить их английскому языку. И тогда при английском дворе действительно могла появиться некая Покахонтас. Инициатором этой идеи в ноябре 1606 года во время церемонии по случаю учреждения самой компании выступил Яков I. Заметим, что методика подготовки гауляйтеров и студенцев, она, собственно, работает до сих пор. Была принята давно. На самом деле часть руководства компаний была ориентирована на взаимодействие с местными племенами, чтобы в конечном итоге потеснить испанцев. Лорд Роберт Рич рассматривал колонию исключительно как базу для охоты на испанские суда. Вирджиния компани была ориентирована на добычу золота и, возможно, поэтому среди крупных торговцев компании устраивало то, что она долгое время работала в убыток, то есть часть из них могли просто играть в долгую. Или у нее было какое-то другое предназначение. И лишь одна третья группа, имевшая отношение к управлению, выглавляемая сэром Эдвином Сэндисом, ратовала как раз за реализацию ориентированных на извлечение с помощью производства экономической прибыли проектов. Для этого в 1619 году в Вирджинию доставили африканских рабов. Случись это в наше время, их социальные сети были бы наполнены ужасом, в который они пришли бы от того беззакония, которое компания творила по отношению к белым братьям. Цитата. Почти каждый значительный европейский правитель рано или поздно учреждал хоть одну государство-компанию. И в результате такие институты проявляли активность в каждом регионе мира. Ранние успехи английской, голландской, устынских компаний послужили блестящим прецедентом и моделью. Правители рассчитывали, что воспроизведя инновационную форму государства-компаний, они также смогут воспроизвести их успех. В результате распространение государства-компаний было особо значительным в Антлантике. Ради коммерческой эффективности, собственно, ради этого цитата, государства-компании получили достаточную автономию от учредивших их государств, включая использование насилия для сфокусированности на коммерческом успехе. Это было довольно тяжело перевести, но, тем не менее, они были сфокусированы на коммерческом успехе за счет насилия. Возможно, африканских рабов пришлось вести, потому что в этом году дети тюрьмы Брай-Дуэл в ответ на просьбу Вирджинской компании к Общественному Совету Лондона передать этих детей для отправки в колонию Нового Света подняли бунт. Брай-Дуэл был тюрьмой и работным домом, моделью, которая столь приглянулась городскому Совету Амстердама, что такие же концлагеря для бедноты появились и в самих Нидерландах. И нужно отметить, что английское заведение славилось тем, что заключение в нем слухи о работе в колонии Вирджиния Компани приводили, видимо, в том числе детей, в еще больший ужас. Королю не единожды обращались с петицией о проведении расследования, которая бы объяснила, почему из 6 тысяч отправленных в колонию Джеймс Таун женщин и детей 4800 погибли. Забегая вперед, стоит отметить, что подвергать избиением своих сотрудников американские суды запретили только в 1843 году. Большая цитата, отвечающая на вопрос, почему дети тюрьмы, содержание в которой хуже смерти подняли восстание. Перспектива того, что инвестиции в Вирджиния Компани принесут плоды, казалось более вероятной из-за доступа к практически неограниченной рабочей силе, состоящей из разорившихся британских сельских арендаторов, арестованных нищих и мелких преступников. Тысячи англичан были доставлены в Джеймс Таун против их воли. Они трудились в жесточайших условиях принудительного труда, сопровождаемого жестокими наказаниями, лишенные крови и достаточного питания. Только один из пяти отправленных в колонию человек дожил до окончания семилетнего срока каторги. Среди приехавших детей выживаемость составила один к пяти. Организаторы Вирджиния Компани предложили свой способ конвертировать избыточное население Англии в новую рабочую силу для колоний как искусное решение двух проблем. Закрепиться в новом свете и в то же время избавить Англию от нежелательных людей. 20 лет продвигавшие идеи, приведшие к возникновению Вирджиния Компани Эдвард Хеклюд был весьма честен, назвав ее тюрьмой без стен. В 1609 году компания предложила лондонскому сити облегчить город и пригороды от множества заключенных, как от постоянной причины смерти и голода, и настоящей первой причиной всех этих эпидемий, что случаются в королевстве. По просьбе компании парламент в 1618 году провел биль, разрешающий Вирджиния Компани отлавливать английских и шотландских детей моложе 8 лет. Один из лидеров компании, Джон Дон, в 1622 году пообещал, что Вирджиния Компани подметет ваши улицы, убрав ваши переживания по поводу белоручек, детей белоручек, трудоустроив их. Историк Джон Ван Дерзи описывает детей, которых стаями загоняли по городу и собирали в отгрузочные партии. Те, кто пережил пересечение Атлантического океана, столкнулись с институтом системной жестокости, как постоянным, каждодневным аспектом. Все, включая детей, получали воинское звание. И те, кто нарушал разработанные правила, за первое нарушение связывались шея к пяткам, были выпороты за второе и принуждались к работам на галерах за третье. Такие методы дисциплинарного воздействия были придуманы Моррисом Аранским для подготовки голландских солдат. Они были представлены Вирджинской колонией сэром Томасом Гейтсом и сэром Томасом Гейлом. Даже мелкие преступления сурово наказывались. Кража початка кукурузы или гроздья винограда во время полевых работ каралась смертью. Одному рабочему за кражу двух или трех пинт овсянки проткнули язык и держали прикованным к дереву, пока он не умер от голода. Выскаживавшийся против руководства компании заслужил еще более суровое наказание. Менеджеры компании приказали одному из слуг сломать руки тому, кто сделал неблагородные и принижающие заявления против губернатора. Также ему проткнули шилом язык, а под конец он был бит сорока мужчинами в перчатках, преди чем его изгнали из поселения. За жалобы на несправедливую судебную систему компании человеку по имени Томас Хэтч отрезали ухо, самого выпороли, поставили к позорному столбу, добавив 7 лет каторги. Если судить по суровости наказания, то худшим пронарушением, которое мог допустить работник компании, был побег. Когда была обнаружена группа беглецов, живших среди индейцев, губернатор Дейл отреагировал иступленными экзекуциями. Некоторых он определил повесить, некоторых сжечь, некоторых отправить на дыбу, других заколоть, часть застрелить. В 1619 году несколько сотен детей в возрасте от 8 до 16 лет были отправлены из лондонской богадельни в Вирджинию. Имена 165 из них были зарегистрированы. Шесть лет спустя только 12 из группы остались живых. Издевательство над работниками, похоже, не знало каких-либо пределов. В некотором смысле жестокое обращение со слугами в Вирджинской колонии отражало жестокую классовую структуру, характерную для того времени. Корпоративная культура компании в действительности делала условия для работников в Вирджинии хуже, чем в Англии, так как абсолютная власть менеджеров компании над работниками вела к упразднению английского права и обычаев, традиционно предоставлявших работников по крайней мере небольшую степень контроля над их собственной жизнью. Собственно, это ровно то, что продолжается и разворачивается на новом уровне в современности. Так вот, торговля работниками компании была обычной практикой. Согласно историку Эдмунду Моргану, цитирую, «почти все слуги были обязаны служить по решению суда, пока им не исполнится 21 или 24, без каких-либо обязательств со стороны назначенного им мастера обучать их или платить». То есть, они использовались как рабы. Это при том, что средняя продолжительность жизни англичанина в начале 18 века составляла 29 лет. То есть, как только они старели и у них подходил возраст дожития, так назовем, их просто выкидывали. Как пишет Тед Несс, цитирую, «корни агрессивного и небрежного использования подневольных служащих Вирджиния Компани в условиях сильного стресса, который характеризует английское общество в начале 17 века». Еще раньше началось то, что вошло в историю как огораживание. Археологические раскопки говорят о более тысяче заброшенных поселений. Оставшихся без земли бродяг при Генрихе Восьмом просто пороли плетьми, при Эдуарде Шестом клеймили буквой Ви, а закон о нищих 1598 года отправлял повторно задержанных на галеры или в те самые трудовые богадельни. В томе всемирной истории, посвященном эпохе английской революции, общественный стресс, так будем это называть, связывает с появлением джентри, в ряды которых вступали зажиточные финансисты и купцы, приобретая земли. Они, по словам британского историка Даниэля Кристофера, оспаривали привилегии традиционной английской знати, основное из которых, мне нужно, кажется, считать, земельные владения как раз как источник дохода. Еще одна цитата. Любопытно отметить, что уже в 1600 году доходы английского джентри значительно превышали доходы пэров, епископов и зажиточных йоменов вместе взятых. Именно джентри с наибольшей активностью выступала на рынке в качестве покупателей коронных земель и владений обедневшей знати. С 1561 по 1640 год джентри увеличила свое землевладение почти на 20%, в то время как землевладение короны за тот же период уменьшилось на 75%. Землевладение пэров более чем наполовину. Одновременно с этим джентри пытались ликвидировать также и традиционные крестьянские права на свои земли – наследственный Копегольд. В начале 17 века английская буржуазия по своему составу была очень неоднородна. Так, например, ее верхний слой состоял из нескольких сот наиболее денежных представителей лондонского сити и провинции. В качестве откупщиков и финансистов обладателей королевских монополий и патентов они были весьма тесно связаны с короной. С официальной аристократией они были связаны как кредиторы и нередко участники привилегированных торговых компаний. Собственно, что произошло в Англии ровно то же самое, что мы двумя главами назад описывали, что произошло в Голландии. То есть, то, что называют джентри, это по сути олигархия, которая на голландские деньги купила и в Англии тоже все. То же самое, если вы помните, произошло в Голландии, как я уже сказал. Иными словами, владельцы сити оставили большую часть англичан всех сословий без средств существованию. Ранее англиканство поставило церковь в зависимости от короны, а земли достались новым ландлордам, то есть, тем самым джентри, я так понимаю. К примеру, таким, как Оливер Кромвель, планировавший поставить ее под контроль уже парламенту, который в то время как раз и представлял интересы тех самых джентри. Но самое главное, опять же, отмечает всемирная история. Нельзя было поднять людей на борьбу за восстановление буржуазных отношений, при этом не обосновав их необходимость именем «Истинной веры». Для выработки такой идеологии английская буржуазия прибегла к помощи религиозных учений женевского реформатора Жанна Кальвина. Это учение проникло в Шотландию и Англию в середине XVI века. Английские пуритане по существу являлись кальвинистами. Стяжательство и скупость являлись их основными добродетелями, а девизом их стало накопление ради накопления. Торгово-промышленная деятельность пуританам-кальвинистами рассматривалась как божественное призвание, а самообогащение как признак особой избранности и своеобразное проявление милости Бога. Ну, то есть, на самом деле, я так понимаю, что система религиозная была придумана для того, чтобы почти обожествить тех самых, ту самую олигархию, условно, голландско-английскую теперь. В частности, присвитериане ограничивали демократию общины только состоятельной верхушкой верующих. В момент основания первой английской колонии в 1607 году группа английских пуритан прибыла в Амстердам, где особое впечатление на них произвела расцветшая в городе под управлением олигархов проституция. Как пишет Морин Уоллер, цитируя, «государственные публичные дома были наделены такими привилегиями и свободами, что почти свели на нет частную проституцию и направили весь поток разврата в одно общее русло». Собственно, когда сейчас про Голландию рассказывают, оно один в один, ничего не поменялось. До Лондона эта участь, подчеркиваю, четверть городских женщин. Хагер пишет, что переезд удивленных голландскими нравами пуритан в колонию Новые Нидерланды оплатили те самые голландские финансисты. Но надо понимать, что финансисты на самом деле, несмотря на то, что он так пишет, ничего просто так не оплачивают. Эта вестынская компания профинансировала создание колонии Новые Нидерланды на острове Манхэттен, поручив ее управление своему торговому агенту Исааку де Разъересу. Остров, на самом деле, не был куплен Петером Миньойтом за 24 доллара, как обычно об этом опять же рассказывают. В 1624 году просто соседнему племени было предложено товаров на сумму 2,5 тысячи долларов в современных деньгах. И новоявленные компаньоны просто помогли разгромить и выгнать коридных жителей Манхэттена. Союз этот, видимо, продержался недолго и закончился малоизвестной в истории Персиковой войной 1655 года, поводом которой стала казнь индианки. Она, видимо, не была знакома с правилами компании и своровала персики. В саду высок поставлено англичанина. В отмеску индийские племена убили 100 голландцев, но были выгнаны с территории превосходящими силами европейцев, которые это использовали как повод. Через 9 лет, в 1664 году, новые Нидерланды захватили англичане и в честь герцога Йоркского, будущего короля Якова II, переименовали колонию в Нью-Йорк, который в будущем станет оплотом пуританского мировоззрения и местом самой крутой в истории денежной аферы. Герцог Йоркский, кстати, это сын казненного Карла I, изгнанный в результате той самой славной революции, о которой мы уже говорили. Пока шло заселение нового континента, в 1655 году к упомянутому джентре Оливеру Кромвелю, ставшему к тому времени лордом-протектором, обратился лидер еврейской общины Амстердама Менаше бен Израэль с запросом евреям проживать в Англии. Собственно, эдикт об их изгнании выпустил английский монарх Эдуард I еще в 1290 году. А через пять лет он выпустил об этом, кстати, много кто пишет и много кто говорят. Так вот, через пять лет он выпустил статут, говоривший, что никакие податии и сборы не будут собираться ни королем, то есть он и себя имел ввиду, ни наследниками, без доброй воли и согласия свободных людей этого королевства и согласия парламента. Это нужно запомнить, что был эдикт о том, что налоги собираться без доброй воли не будут. Именно с этим пунктом возникли как раз проблемы у Карла I, так как процесс лишения всех слоев населения земельных наделов привели к падению собираемости налогов. В 1640 году буржуазия отказалась их платить, а по Лондону в 1639-40 прокатились демонстрации. Король вел переговоры с парламентом, наведя жерло крепостных орудий, что показательно, прямо на лондонский сити. Гражданская война, в которой парламент, контролируя все значимые порты, имел значительное преимущество, закончилась для короля плохо. Первым о привлечении его к суду на Совете Офицеров заговорил майор Гаррисон. Кстати, как указывает та же самая всемирная история многотомная, сектант и мистик. Король право судить себя не признал, но в январе 1649 года был казнен 150 комиссарами, за которыми стоял Кромвель, поселившийся в королевских комнатах Гуэйтольдерского дворца. И ситуация, и слово комиссар, согласитесь, знакомые. В английской традиции, кстати, до сих пор так называют послов внутри британского содружества, объединяющих в основном бывшие колонии. Также сейчас называют аналоги министров, управляющих Евросоюзом, ну, самостоятельных которых, собственно, может поверить только человек совсем наивный. Так же, видимо, было и тогда. Кромвель стал пожизненным лордом-протектором. Власть передал сыну. Второй парламент, как и мечталось пуританам об общинах, избирали по имущественному цензу. Неимущие весной 1649 года попробовали организовать движение диггеров, которые распахивали ставшими ничейными земля под бобы и морковь. Однако против них ополчился и городской совет от Лондона и мировые судьи, и шерифы, и прутанские проповедники посевы стали уничтожать, а самих арестовывать, как заметил Кромвель, уж если государство обречено на страдания, лучше для него страдать от руки богатых, нежели от руки бедных. Под его правлением Англия пережила в середине 17 века собственно свои 90-е, как у нас. Земельные владения скупались за бесценок. Тюрьмы были переполнены должниками, на разорении которых сколачивали состояния, попирающие закон юристы. Кромвель разделил Англию и Уэльц на 11 округов, во главе которых из числа верных соратников по гражданской войне были назначены генерал-майоры, уполномоченные, опять же, цитируя всемирную историю, подавлять мятежи и восстания, строго наблюдать за поведением лиц, недовольных правительством, и препятствовать их собраниям, не допуская ни конных состязаний, ни петушиных боев, травли медведей или незаконных собраний, так как мятеж обычно возникает, пользуясь такими случаями. Ну, собственно, теми, кто интересовался цветными революциями, об этом знают. Реставрация монархии Карла II произошла при условии сохранения прав собственности, приобретенной во время революции. Это условие было выполнено не полностью, земли, которые достались Кромвелю, вернули, а королевские нет. Дуворский договор между Карлом II и Людовиком XIV предполагал пенсионное содержание английского монарха со стороны Франции, а также значительные торговые уступки французской торговли. Карл II умело избежал нескольких попыток тех самых цветных революций, например, таких, как Паписский заговор 1679 года. То есть, все время его правления там шла интрига в результате, которую его пытались сбросить. Ну, видимо, те самые джентри. Паписский заговор это когда вся страна была доведена до истерики ожиданием высадки на остров французов, а дежурившая в Лондоне день и ночь милиция ловила католиков, закладывающих якобы бомбы под церкви. Естественно, что все эти слухи кто-то раздувал. Своими свидетельствами о контрактах, подписанных верховным генералом иезуитов с командирами 200-тысячной армии заговорщиков во главе с секретарем герцогини Йоркской бывший католический священник Титус О'Ац добился расследования, в процессе которого был показательно жестоко убит проводивший следствие лондонский судья Эдмунд Го Дфри. Собственно, это должно было свидетельствовать о подлинности подозрения о том, что подписки заговора существуют. Собственно, несмотря на то, что не сработали все эти столь узнаваемые по современным событиям уловки, монархический поворот был остановлен 12-тысячной армией наемников под руководством Вильгельма Аранского. То есть, история повернулась еще раз назад и предательством его окружения. Мы об этом говорили. В будущем Вильгельм III выступит политическим консультантом Петра I. Про это мы тоже упоминали. А вот воспитателем самого Вильгельма Аранского занимался, как пишут, весьма популярный премьер-министр Голландии Ян Девит, играя с парнем в теннис, кстати. Республика Соединенных Провинций тогда управлялась генеральными штатами. Из династии Аранских выбирали всего лишь штатгальтера или стаутхаудера, то есть, министра обороны по-нашему. Но в 1667 году Ян Девит, тот самый премьер-министр, должность эту министра обороны упразднил навечно, полагаясь на дипломатические инструменты, что у него, кстати, неплохо получалось. То есть, молодому теннисисту, будущему Вильгельму Аранскому, вообще не светила карьера не только монарха, но даже главнокомандующего. Однако, в 1672 году на территорию Голландии зашли войска монархических Англии и Франции и стали быстро занимать одну провинцию за другой. Так как бы пишут о том, что народ их, собственно, приветствовал. Так им не нравилась голландская олигархия. Чтобы остановить их продвижение, на четвертой провинции пришлось затопить значительные территории Голландии. Вильгельм срочно получил должность штатгальтера и тут же по нелепому обвинению в покушении на него самого был арестован и подвергнут пытками брат Яна Девита. Сложив в себя полномочия, этот великий пассионарий Ян Девит, а именно так называлась у него официально должность, отправился на встречу с заключенным братом в здание тюрьмы, которое вся охрана, как оказалось, предусмотрительно покинула. Тут же к братьям ворвалась пьяная толпа, возглавляемая тем самым единственным свидетелем, по обвинению которого пытали брата Девита. Обоих братьев убили, а разделав их тела, куски от них поджаривали и ели, угощая уличных собак. Собственно, оставшееся от тел было подвешено на всеобщее обозрение верх ногами. Описывая этот эпизод, отдающий некой ритуальностью, говорят, что и сами голландцы, мол, не знают, что это на них нашло. Тем не менее, цветные революции современности и следующая за ними передача власти, как правило, сопровождается убийством, становящимся достоянием общественности и даже получившим у политологов название «сакральная жертва». Хотя Вильгельм Третий и симпатизировал Розенкрейцерам, в откровенных увлечениях мистикой, как его протеже Петр Первый, замечен он не был. Или мы этого не знаем. Тем не менее, говорят, что убийц Вильгельм щедро наградил. Собственно, так как у нас книга называется «Карточный домик», то главу можно было бы назвать «Повешенной». Есть такая карта второго. Но для этого есть такой более современный персонаж Джефф Рипштейн. Возможно, мы до него дойдем. Но, как мы помним, позади этого парня Вильгельма Аранского стояли владеевшие остынскими компаниями анонимы, такие как Лопес Суасо и другие представители, приехавшие из Испании и Португалии диаспоры. Захватив Англию, Вильгельм Третий втянул ее в войну за пфальцкое наследство с Францией и столкнулся с проблемой увеличения налогов, которая в свое время и привела к смерти Карла Первого. Еще при Кромвеле в 1651 году парламент принял так называемый акт законточный, о ростовщичестве. По сути, его узаканивающее это ростовщичество. И это позволило Вильгельму вести войну за заемные средства. Однако, после поражения англо-голландской эскадры от французов в битве у мыса Бичи Хэт в 1690 году, кредиторы закрыли кредитную линию, поставив Англию в сложное положение. Через год шотландский финансист Вильям Паттерсон предложил создать частный банк, финансирующий правительство под налоговые поступления. Ну, собственно, если вы помните, еще в начале 13 века был издан указ о том, что никакие налоговые поступления собираться без согласия не будут. Тем не менее, финансировали, кредитовали, то есть, Англию под налоговые поступления с правом эмиссии банкнот. Это еще был такой один нюанс. Сообщество кредиторов называлось The Governor and Company of the Bank of England. И на банкнотах гарантами по векселю значилось for the gov.andcomp.of.bankof.england. Только в 2006 году, то есть, совершенно недавно, стало понятно, что gov. означает не government, то есть, не правительство, это не имеет отношения к правительству, а governor, то есть, управляющий Остынской компании, за которым как раз пряталась должность управляющего Остынской компании. То есть, все это время фунты стерлингов не имели отношения к финансовой государственной системе Великобритании, они лишь ее имитировали. Подобная афера во Франции закончилась грандиозным провалом. Мы уже разбирали британских писателей с успехом обслуживающих британскую разведку, что, видимо, было перенято у все той же Остынской компании, выпускающей наукообразные обоснования для оправдания своих аппетитов. Имеющий к ней прямое отношение будущий премьер-министр лорд Шелберн в 1783 году выступил в Палате Лордов. У нас самая сильная индустрия больше всего капитала, больше всего предпринимательства, и пусть каждый рынок для нас будет открыт. Собственно, это будет взято потом на вооружение еще много кем. Но еще в 1776 году сотрудник компании Остынской Адам Смит написал читаемое каждым глубоким экономом богатство народов. Кстати, самый первый в истории профессор политической экономии Томас Мальтус был профессором колледжа Хейлибери, основанного в 1805 году той же самой Остынской компанией. Он, анализируя данные о заработной плате в 16-18 веках, попытался объяснить падение потребления не политикой этих самых компаний, которые в своей приверженности эксплуатации дошли до трудовых концлагерей, а ростом численности населения. Хотя это статистическими данными никак не подтверждалось. В 18 веке смертность в Англии вдвое превышала рождаемость, при том, что на 75 жителей приходилась одна пивная. Собственно, это, несмотря на все, удобно перенаправляло разговор в сокращение того самого населения. Обычно, когда об этом говорят, то говорят о мальтузианстве. Еще один протеже лорда Шербурна Иеремия Бентам имел не только английского, но и швейцарского специального редактора, чтобы обеспечить наиболее широкое распространение своих трудов. Бентам призвал отменить любые преследования гомосексуализма и скотоложества. Как писал советский палеонтолог и известный фантаст Ефремов, все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерию нравственности. Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории. И поэтому, исследуя причины всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения. Собственно, это яркий пример того, как английский эксперимент провалился во Франции и кто его делал. После смерти Людовика XIV страной управлял регент, герцог Филипп Орлеанский, чьи интересы сводились к ежедневным пьянкам и оргиям. Интересующимся можно посоветовать серию историка Бреттона Ги, чтобы убедиться, что хронология жизни французского двора может использоваться в качестве сюжетов для фильмов для взрослых. Дефицит государственной казны, а деньги постоянно приходилось выпрашивать у парламента, в конце 1716 года достиг 140 миллионов ливр. Организаторша ночных развлечений этой группы аристократов Мадам де Парабер рассказала об идеях Джона Лоу, который очень кстати и совершенно случайно оказался тут же в Париже. До этого этот карточный игрок скрывался от английского правосудия в Амстердаме, где изучил работу того самого обслуживающего правительства эстинской компании Амстердамского банка. Если вы помните, он обслуживал только эти две структуры. В Висельбанке с 1683 года действовала система депозитных расписок по вкладам золота и серебра. И о преимуществах этих заменяющих хождение драгоценных металлов бумажных банкнот Лоу написал и своевременно издал целую книгу. Итак, с подачи представителей аристократии с низкой социальной ответственностью Лоу в мае 1716 года открывает во Франции частный банк Дженераль Преви и теперь все государственные налоговые платежи оплачиваются только его банкнотами. Далее Лоу планировал расширение бизнеса через королевские монополии. Продажи монополий пишет Тед Найс термин имевший другое чем сегодня значение. Вместо предоставления собственнику эксклюзивного контроля над производством продукта монополия называвшаяся также патент на поиск и опломбировку подразумевала полномочия на сертификацию конкретного вида товаров. Несмотря на возражение гильдий продажи монополий стал основным то есть просто они брали одно из групп товаров и предоставляли кому-то монопольное право только сертификации. Соответственно сами производители были этим крайне недовольны. Корни Джона Лоу становятся понятны когда он занялся продвижением приобретенной им в 1717 году миссисипской компанией обладавшей правом монопольной торговли с находившейся под протекторатом Франции Луизианой. В 1718 году банк под его управлением стал именоваться Королевский. Ну собственно по знакомой схеме имитируя официальную Францию. Уже в этой ипостаси банк выдаст банкнот на сумму 25 миллионов для компании которая после слияния с Устынской и предприятиями Гвинеи и Китая стала именоваться Индской компанией. Поглощение продолжалось и теперь компания обладала монополией на всю зарубежную торговлю Франции. Газеты и аналоги рекламных проспектов рассказывали о том как богато табаком, пряностями и золотом Луизиана. С опровержением пытался выступить бывший губернатор Луизианы, знавший, что на самом деле существует всего лишь маленький поселок в устье Миссисипи, горделиво названный в честь Филиппа Орлеанского Новым Орлеаном. Но его, чтобы он не мешал торговле, быстро заключили в Бастилию. Стоимость акций компании, дивиденды по которым составляли 120%, выросли с 500 ливров в 1717 году до 15 тысяч. Торговал ими Лоу через устроенный им аналог фондовой биржи, так как акции продавались за кредитные банкноты Кролевского банка. Карл Марк стал относить Лоу к первооткрывателю кредита, хотя, как мы помним, он, собственно, всего лишь изучил амстердамскую систему. На протяжении всей этой истории французов принуждали под различными предлогами сдавать в казну золотые и серебряные монеты, разрешив иметь их в наличии не более 500 ливров. И вот, в марте 1720 года Лоу, ставший к тому времени членом Королевской Академии, то есть большим ученым, генеральным финансовым контролером, разрешил платежи более 100 ливров только банкнотами, то есть только бумагами. Чтобы поддержать пошатнувшийся курс акций, приходилось заниматься самовыкупом. Их там на одном конце улицы продавали, на другом покупали. Безудержная спекуляция закончилась тем, что держатели акций кинулись скупать реальные активы, например, земельные участки, цены на которые астрономически взлетели. Падающую стоимость акций пришлось зафиктировать на невысоком для них уровне 9000 ливров. В конце концов, деятельность Джона Лоу подверглась расследованию о самонаресту, но все документы банка и компании соответствовали закону. В июне 1720 года на двери банка появилось объявление о том, что золото можно менять только на 10-ти ливровые билеты. Разъярянная толпа пришла к поместью Лоу, но тот отсиживался в Парижском Королевском дворце. По стране прокатилась волна банкротства, провождаемая массовыми самоубийствами. В августе 1720 года банкротом был объявлен в конце концов и сам Королевский банк. Джон Лоу убежал из Парижа, который был на грани мятежа. Сделавшая на афере состояние мадам де Парабер уговорила регента упразднить инскую кампанию и в апреле 1721 года она перешла в руки герцога Бурбонского. Вынужденный признать долг перед вкладчиками и акционерами Филипп Орлеанский взвинтил те самые налоги. Речь собственно и вся история об этом. Джон Лоу продолжил зарабатывать на жизнь карточной игрой и умер в 1729 году оставив после себя лишь пару картин и бриллиант стоимостью 40 тысяч ливров. А значит куда делась золото Франции уже никто не узнает. В целом рассказанная выше история она конечно же не про прошлое. Она например про сейчас и имеет прямое отношение к тем самым США. Только уже не как к истории а как скажем некой действительности американской валюты. Уже цитированные ранее Эндрю Филлипс и Джессон Шерман указывают на то что превращением остынской компании в силу управляющую большим количеством людей и территории чем британская монархия британским элитам пришлось переосмыслить характер самостоятельности а вместе с этим и легитимность ограничения действий государства компаний. К концу 18 века череда европейских войн помогла выковать военно-финансовые государства которые могли организовывать кредиты для оплаты мощного национального флота и армии как инструменты воли суверена. Тогда же я просто сейчас специальную цитату привезу это неправда тогда же по иронии судьбы успешность государства компании приблизила их излишность. Инфраструктура которую государства компании построили по всей Азии Африке Северной и Южной Америки созрела для того чтобы сорвали возвеличивающиеся и набирающие могущество европейские государства. Это преобладающее мнение историков на самом деле показывает что передача полномочий государственным системам связана с тем что их просто поглотили те же самые корпорации или те кто за ними стоял ну в качестве маленького примера пишет Тед Найс два столетия представители компаний откупались от членов парламента и предоставляли королю бессрочные кредиты в 1709 году соперники наконец победили получив полномочия заменить остынскую компанию британское правительство приказало старой компании отказаться от своих постов в Индии в пользу новой компании но в реальности это выполнить оказалось невозможно столкнувшись с этим старая компания приказала своим агентам оставаться продолжать занимать должность и в конце концов у владельцев новой лицензии не осталось выбора кроме как слиться со старой собственно вот количество участников остынской компании в парламенте видно по схеме там схемы это число их роста и это привело к тому что с ней с остынской компанией стали олицетворять контролирующую сам парламент партию вигов а период первой половины 18 века стали называть вигской олигархией страной по голландской схеме управляло всего несколько семей и как отмечает в своей работе Киселев касательно правления Георга Первого и Второго короли же будучи иностранцами практически никак не могли повлиять на политику в стране да и не хотели однако их преемник престола Георг Третий не захотел цитирую википедию владеть короной находясь в кандалах и в 1673 году он подписал Версальский мир с Францией чем заслужил восторженное восклицание со стороны матери принцессы Уэльской теперь мой сын король Англии новый король стал не только заниматься кадровой политикой но и в 1767 году обязал совет директоров устынской компании выплачивать в казну в течение двух лет 400 тысяч фунтов стерлингов ежегодно тогда же палата общей обязала компанию предоставить ей все договора отчеты о расходах и это все планировалось придать публичные огласки серия расследований относительно деятельности компании привела к тому что сейчас я процитирую английского писателя Хорреса Уолпола были открыты такие сцены грабежей и тирании что просто бросает в дрожь ну собственно все о чем мы рассказывали на протяжении двух глав в стране и парламенте начался раскол глава состоявшего из всего трех человек секретного комитета устинской компании тот самый лорд Шелбурн о котором я уже говорил стоял за антикатолическими погромами 1780 года которые собственно тут же и начались про антикатолические погромы кстати вспоминают на самом деле меньше и обычно слово само ассоциируется с притеснениями евреев данная же история и ее ирония в том что их лидер и главный подстрекатель Джордж Гордон к изымлению протестантских единоверцев а он был главой ассоциации протестантов всплыл в Нидерландах под именем Израэль Бар Авраам после он еще раз всплыл уже в Париже и уже в качестве советника Марии Антуанетты где во многом повторятся голландские события когда во время мятежа штурма толпа штурмом взяла Вестминстер выкинув из окон парламентариев и восемь дней жгла и грабила Лондон к чему подключились уголовники выпущенные в результате штурма Ньюгейтской тюрьмы собственно это сценарий который потом был в Париже выяснения с Георгом Третьим кто здесь власть закончились тем что короля признали невменяемым он конечно кандалов не носил но над ним установили регенство а на предложение премьер-министра лорда Норта распустить остынскую компанию лидер Вигов Фокс поинтересовался неужели благородный лорд не удовлетворился потери Америки или он намерен не оставлять подобных попыток пока не сведет владение короны к границам Великобритании собственно это к вопросу о том кто на самом деле кого поглотил потому что когда историки пишут о том что остынские компании потеряли свою силу на самом деле это не так просто произошло серьезнейшее взаимопроникновение но взаимопроникновение не так как они опять же тут пишут что усилилось государство просто олигархия государство поглотило а лишним здесь остались как раз короли движение за независимость в США собственно о чем и сказал Фокс потери колонии также связано с остынской компанией доходы которой уронил вызванный ее действиями голод в Бенгалии в 1768-70-х годах кроме того в 1769 году банк Airbank в лице Джорджа Колебрука и Александра Фордейса активно спекулировал акциями остынской компании однако в июне 1972 года Фордейс прекратил выплаты и бежал во Францию создав угрозу финансового кризиса акционеры которые не хотели страдать поспешили себя защитить проголосовали за последовательное увеличение своих годовых дивидендов с 6 до 12 с половиной процентов с учетом обстоятельств компании пришлось обратиться к правительству за займом в 1 миллион 400 тысяч фунтов собственно про это тоже говорили слова премьер-министра Фредерика Норта удивленному такой наглостью парламенту знакомы многим американцам по высказываниям во время кризиса 2008 года о компаниях которые слишком большие чтобы умереть вот что он сказал к нашему общему сожалению важность устынской компании настолько возросла для Англии что ее банкротство сейчас будет банкротством для всей Англии один из акционеров британский банкир Роберт Хэррис зная что затоваренность чая на складах равна трехгодовому потреблению его в самой Англии оценил эту затоваренность 2 миллиона фунтов стерлингов и предложил беспошлино распродать таким образом в 1773 году компания получила право монопольной торговли чаем во всех британских колониях отсекая от пирога непосредственно в Америке контрабандных торговцев чаем контрабанда или как ее в простонародии называли голландская торговля там так и называлась Dutch trade была самым прибыльным занятием в США в середине 18 века лен купленный в рознице в Нью-Йорке был дешевле приобретенного оптом в Лондоне торговля была в основном ориентирована на испанские колонии единственный источник золота и серебра и происходила она как раз в форме контрабанды из-за существенной разницы в пошлинах которые склоняли торговцев вести оборот с метрополией то есть с Англией контрабандисты королевских таможенников не любили не любили настолько что в 1773 году трое из них были им просто убиты и как раз контрабандой занимал английских товаров зарабатывал себе на жизнь отец американской революции Сэмуэль Адамс ранее за то как он собирал налоги на него было заведено уголовное дело но его банда организовала беспорядки которые прекратили в обмен на списание его задолженности перед бюджетом налоги были больным местом как раз тогда в отношении колонии метрополии в своих претензиях к американской революции в кавычках британцы напомнили о трехмиллионном долге из которого на южные плантации приходилось 2,5 миллиона фунтов стерлингов то есть именно южные плантации были уже крупнейшим должником Великобритании налогов кстати британцы выплачивали больше среднего американца то есть соответственно средний американец меньше в зависимости от штата от 5,5 до 35 раз то есть насколько меньше и это важно отметить в свете всей истории то есть зачем им было нужно отделяться непонятно когда освоивший бунт как политический акт Адамс сделал акцент на политической карьере его банда переросла в организацию с громким названием сыны свободы ну собственно как только где-нибудь свобода начинает звучать это дело всегда пахнет одним и тем же что за этим стоят какие-нибудь шулера одним из ее членов Эдвард Гаррик по классической в наше время майданной схеме спровоцировал применение силы со стороны британского часового и это привело к так называемой бостонской резне и тут к берегам США стали прибывать беспошлиный чай устынской компании в течение октября и ноября 73 года нью-йоркским покупателям чая сыпались угрозы относительно его потребления а капитана доставившего первую партию устынского чая в Нью-Йорк сыны свободы принудили повернуть обратно в Бостоне же таможенное противостояние было подогреваемо личным противостоянием губернатора Бостона Томаса Хаткинсона и лидера сынов свободы который придал разглашению личную переписку губернатора с членами британского парламента тоже собственно большой вопрос кто эту переписку ему предоставил откуда у него взялись эти данные у нас собственно много точнее немного один из современных дейзелей занимался примерно тем же самым кроме того получателем чая устынской компании были двое его сыновей губернатора и зять Ричард Кларк то есть им отказываться и отправлять один корабль было не с руки и отправлять корабль назад в Лондон было не с руки Хатчинсон затягивал растаможивание ожидая когда по истечении срока груз конфискуют и доставят на берег британские солдаты то есть пошел на хитрость пока в ожидании развязки получатели груза вместе с таможенными комиссарами укрылись в замке Уильяма собственно так и написано Кастл Уильям Хатчинсон стал обсуждать вопрос от буксировки одного из кораблей под охрану британского флота и это видимо ускорило действие заговорщиков по сигналу Сэмэля Адамса произошло то что в наше время обретет термин фальшфлэк оперейшн то есть от 100 до 200 масонов ложи Сент-Эндрю Святого Андрея приодевшись индейцами выбросили за борт 90 тысяч фунтов прибывшего чая который угрожая судоходству скопился на мелководьях еще 30 тысяч фунтов были втридорогопроданы но этот нюанс обычно не пишут кстати как и написано в этой книге даже кто на самом деле на этом обогатился пока порт Бостона закрыли до уплаты налогов в городе разместились английские войска а бостонский комитет все это время под руководством Адамса готовил в каждую колонию письмо с требованием прекратить торговые отношения с метрополией несмотря на то что газеты называли решение беспошлино торговать чаем на территории американской колонии покушением на свободу Тед Найс который я тут много раз цитировал отмечает что единственно сохранившийся налог на чай носил настолько символический характер потому что и так вся Америка пила контрабандный чай и собственно никакой исторической роли он сыграть не мог в Лондон была направлена петиция тем не менее что давайте все вернем как раньше но все те же сыны свободы этому активно мешали уничтожая имущество а зачастую и убивая владельцев его если те пытались торговать с метрополией автор Томас Трахес отмечает цитируя что независимость на тот момент была мечтой только самых крайних радикалов собственно они эту Америку и создали две трети населения колонии как считают американские историки мятеж не поддерживали и отделяться от Англии не планировали а зачем им если они в 35 раз меньше налогов платят весь 1775 год политики пытались договориться с Лондоном о приемлемых условиях мира и 5 июля отправили королю петицию оливковой ветви в которой подтвердили свою верность британской короне независимость США предоставил в кавычках что неудивительно англичанин не сами американцы по имени Томас Пейн как всегда удачно оказавшийся что опять же неудивительно в США всего лишь за год до описываемых событий именно ему поручили отвезти королю очередное прошение о мире а вместо ответа крестный отец США привез изданную в 1776 году брошюру простые истины со словами в которых многие узнают историю повторяющуюся в виде трагедии никогда мы не будем братьями практически так он написал дословно он писал следующее с каждым днем исчезают последние остатки родства между нами и ними издание брошюры взял на себя небезызвестный Бенджамин Франклин ее практически бесплатно доставили в каждый дом Америки после чего она произвела по словам Джорджа Вашингтона переворот в умах если ранее нигде ни у кого не звучали слова отделения или республика то теперь это подавалось как единственный выход и через полгода появилась декларация независимости США далее Томас Пейн также заложил идеологию отмены рабства потом съездил в Париж где организовал для молодой американской республики займ это надо прямо подчеркнуть красным после чего снова всплыл во Франции с трактатом права человека обосновав уже французскую революцию за что его в 1792 году избрали в конвент в котором он неизвестно чем занимался так как по-французски его вообще не говорил кстати те кто говорил также говорили по написанному все тем же и Еремия Бентамом и посланная дипломатической почтой лидером якобинцев о выплатах которым остынской компании свидетельствуют платежные документы хранящиеся в запасниках британского музея и в этом плане примечательным фактом является то что Самуэль Адамс состоял в масонской ложе а действия заговорщиков направлялись как раз масонами братьями каменщиками собственно и сами переодевшиеся индейцами они тоже были члены ложи которые собирались в Бостоне в таверне зеленый дракон так что можно сказать что змей имеет отношение не только к названию континента но и косвенное к появлению непосредственно США как отмечал Николас Хагер из 56 подписавших декларацию независимости 53 возможно были масонами причем в степени мастера общеизвестным фактом является то что высокопоставленным масоном был Джордж Вашингтон которого на место главнокомандующего армией Джон Адамс предложил брату Сэмуэлю так как богатый вирджинский плантатор отказался от заработной платы попросив только возместить ему траты которые он понесет на службе Андрей Ильич Хурсов пишет что провозглашение Америка и независимости было встречено в Сити с величайшей радостью о чем сообщает официальная запись хранящаяся в архиве Сити то есть на самом деле несмотря на то что якобы есть метрополия Британия есть еще и Сити которая играет абсолютно в другую игру и с радостью приветствует отделение и может быть это связано с тем что в 1764 году парламент Великобритании выпустил закон о валюте который запрещал американским колониям печатать собственные деньги и этим испортил им игру затеянную тремя годами ранее в 1761 году отцом основателем банкиром и госкозначеем Александром Гамильтоном который цитирую предложил учредить банк Соединенных Штатов смоделированный однако по образцу и подобию частного банка Англии банк должен был быть частным 20% долю государство могло выкупить взяв кредит опять же и видимо добавив к 60 миллионам государственного долга вызванного войной которую так упорно раздули сыны свободы промоушеном бумажных денег занимался приложивший руку к отделению Америки Бенджамин Франклин утверждавший что бумажные деньги увеличивают богатство колоний и в результате парламент допустил уплату векселями части налогов и частных долгов собственно о чем нам пишет Д. Д. С. Гриффин в книге которая в предыдущих главах тоже цитировал первым колонистам британцы разрешили издавать собственные законы при условии согласования их с законами Англии также колониям было дано право печатать собственные деньги однако с 1720 года определенные усилия части британских банкиров захватили контроль над финансами в колониях кульминацией именно этого стала декларация независимости деньги и контроль стали основными факторами при решении колонистов порвать с Британией двигаться самостоятельно американцы не желали больше терпеть злоупотребления этого тирана манипулирующего банками на самом деле надо сказать что тут игра-то все-таки не между американцами британцами а между Сити который наоборот поощрял издание собственных денег при условии того что он контролирует банк США вновь созданный отцом-основателем Гамильтоном ну и так далее неизвестно понимали ли все из участников игру до конца собственно потому что пишут историки видно что не понимали и сейчас не понимают но Гамильтон считавший что власть над средствами к существованию человека это власть над его волей понимать был должен по его проекту ответственность за финансовую деятельность частного центробанка несло правительство при этом налогов центробанк этот частный не платил на 80% банк принадлежал частным инвесторам крупнейшим из которых считался Натан Ротшильд который был какое-то время цитируя официальным европейским банкиром американского правительства есть такой автор Майленс и он пишет что провиском Гамильтона и агента Джеймса Ротшильда Николаса Бидла успешно противостоял Эндрю Джексон закон об учреждении монетного двора и регулировании монет Соединенных Штатов 1792 года установил единственно законной денежной единицей США серебряный доллар называемый орлом и имевший орла на одной из сторон монеты были защищены зазубренными краями чтобы дать защищенными от обрезания и подпиливания чтобы быть в 1832 году Эндрю Джексон наложил вето на продление действия устава банка в 1836 году он совсем закрыл банк США со словами настоящий банк сделал наглую попытку контролировать правительство ну собственно то о чем писал внук Адамсов и предчувствия говорят мне что они будут и дальше обманывать американский народ превратив этот институт в вечный либо создав нечто подобное ему это заставило за кулису искать новые способы и в 1862 году Конгресс легализовал банкноты как платежные средства но их не считали долларами просто политикам за счет покупки государственных обязательств обещали быструю прибыль то есть их подсадили на ту же самую по сути финансовую пирамиду которая была во Франции современная версия популярной истории гражданской войны в США представлена как противостояние США против 11 южных штатов кстати помните самых больших должников объявивших о выходе из федерации из-за несогласия с планами президента Авраама Линкольна об отмене рабства но чтобы законодательно ликвидировать рабство нужны были поправки которые бы рацифицировали три четверти штатов а в 1860 году насчитывалось наоборот 15 рабовладельческих и 18 свободных то есть кворума не набиралось экономист и политолог Уильям Энгдаль отмечает что отделение рабовладельческого юга на самом деле связано с протекционистской торговой политикой Линкольна которая не была на руку торговому дому Ротшильда и другим лондонским банком выступающим основными кредиторами хлопковой торговли юга которая еще и не платила налоги еще раз я подчеркну доктор философии университета Хойс Колин Кристинья Ракнес считает что создание системы политического апартеида по отношению к чернокожему населению направляло в то время цитирую почти диктаторская однопартийная система как раз демократической партии которая с этим так устой упорно сейчас борется у истоков ее стоял Огаст Шонберг который являясь дальним родственником с 18 лет служил личным секретарем Амшильда фон Ротшильда Огаст Шонберг взяв имя Бельмонт стал финансовым советником американских президент и главы демократической партии все время негласно принимал экстраординарные меры чтобы разжечь американскую гражданскую войну в которой как раз те самые Ротшильды финансировали и зарабатывали обе стороны еще одна цитата от Никеласа Хаггера Соединенные Штаты Америки тайны рождения внук мэйра Амшиля Лайонел вместе со своим сыном Джеймсом взялся финансировать в запланированном расколе и север и юг США Лайонелю Ротшильду жившему в Лондоне доверили вести дела на севере Соединенных Штатов и в Канаде, которая тогда была британской колонией Джеймс Ротшильд, живший в Париже проворачивал финансовые операции на юге США где были свои интересы французского императора Наполеона III Джеймс сын Лайонелла контролировал юг его посредником стал давний агент Ротшильдов Игуде Бенджамин один из владельцев юридической конторы Слайдл Бенджамин и Конрад находившийся в штате Луизиана Позднее, в 1862 году, он стал государственным секретарем конфедерации Собственно, Джон Слайдл это то, как называлась эта компания юридическая это дядя жены Агаста Бельмонта и трудился он послом конфедерации во Франции Он отдал дочь замуж за родственника Ротшильда барона Фередерико Эрлан Дже который кредитовал конфедерацию В ходе войны, несмотря на протесты Авраама Линкольна был принят National Banking Act 1863 года который делегировал вопрос денежной эмиссии частным корпорациям И не зря самый известный американский президент в 1865 году обратился к Конгрессу со словами Я имею двух главных врагов Армию Юга передо мной и финансовый институт в тылу Из этих двоих тот, что в тылу, мой самый главный противник Это его, собственно, последнее прижизненное фото сделанное 5 февраля 1865 года Гражданская война создала государственный долг размером в 100 миллионов долларов И к этой сумме добавился долг по военным облигациям по которым банкиры намеревались получить от финансирования войны от 24 до 36 процентов прибыли Линкольн отказался от их выплаты за 1862-1863 годы А для подрасчетов с долгами во время переизбрания представлявшей республиканскую партию Президент собирался напечатать 450 миллионов банкнот под гарантией правительства США, которые именовались «Гринбакс» Цитируя Его же опять Авраама Линкольна «Деньги есть творение закона» «И создание первичного размещения денег должно быть организовано как исключительное монополие национального правительства Люди могут и будут снабжаться валютой столь же гарантированно, как и их собственное правительство Деньги перестанут быть хозяевами и станут слугами человечества» Собственно, это цитата, которую я хотел бы привести в противовес того, о чем говорил об отчуждении воли Гамильтон Так вот, сразу после убийства Линкольна Конгресс аннулировал этот самый закон о «Гринбаксах» «Ниточки от убийцы Джона Уилкса Бутта ведут к тайному обществу рыцарей Золотого круга» связанного с французским обществом времен года, членом которого в свое время был Карл Маркс Мы о нем тоже в следующих передачах, возможно, поговорим Рыцари Золотого круга выступали за сохранение рабовладельческой империи монопольно контролирующей производство табака, сахара и хлопка и территориально представляющую собой окружность диаметром 2400 миль с центром в Гаване Собственно, организацию называют креатурой лорда Пальмерстоуна лорда-поджигателя под началом которого действовало целое международное бюро убийц International Association Bureau На британский след также вышла американская военная разведка Военный министр Эдвард Стэнтон приложил все усилия к тому, чтобы скрыть бумаги, все еще хранящиеся в Министерстве обороны США как некоторые утверждают После смерти Линкольна Национальный банковский акт перезапустил Центральный банк США как частный институт что позволило лондонским держателям золота контролировать привязанную к нему валюту Уильям Энгаль пишет Все указывает на то, что Линкольн был убит из-за своей валютной политики Линкольн нуждался в деньгах, чтобы финансировать гражданскую войну Европейские банкиры во главе с Ротшильдом предложили ему суды, но по грабительским высоким процентным ставкам Вместо того, чтобы взять в долг, Линкольн нашел другие средства финансировать военные расходы, используя полномочия государства Несмотря на поощрение Конгрессом чеканки серебряных монет, правительство ориентировалось на золотой стандарт все это время На которое подсело и в апреле 1893 года золото в казне осталось на сумму 100 миллионов долларов Придолжало убывать с такой скоростью, что к концу года осталось всего лишь 81 миллион долларов В 1884 году Министерство финансов при участии ведущих банкиров выпустило облигации на сумму 50 миллионов долларов А в ноябре еще 50 золотых облигаций, которые были выкуплены банкирами Нью-Йорка Президента Гровера Кливленда засыпали письмами, проклинающими, цитирую Предателей, ют, орудия разжиревших богатеев, дружков финансовых кровососов Переговоры, проведенные в феврале 1895 года Министерством финансов Дж.П. Морган Привели к соглашению с синдикатом банкиров, который выкупил весь облигационный займ на сумму 62 миллиона долларов С обязательством, наконец, избавить казно от набегов на золото То есть ее терроризировали до тех пор, пока они не пошли на уступки В конце года последовал новый займ уже на 100 миллионов долларов Доктор экономических наук профессор Роберт Хиггс пишет Сотни тысяч непримиримых американцев считали, что Кливдон и Карлайл продали честь страны Морганам и Ротшильдам Этим еврейским кровососам и чужакам Юстас Мюллен, в свою очередь, пишет, что в Америке существует давняя традиция борьбы с подчинением народа Центральному банку Ну и, коль так, то, собственно, это событие стало началом конца На этом, по большому счету, мы с вами закончили рассказ про остинские компании И далее мы должны будем поговорить о том, почему все-таки спецслужбы, американские спецслужбы, противостояли Дональду Трампу Что обусловило превосходство Ротшильдов над аналогичными банковскими семьями Собственно, не зря эта фамилия везде, тогда в каждой главе появляется с достаточной регулярностью На сегодня все, спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok